Привет! Что читаете? Сегодня дежурный по чтению я, Григорий Андрианов. И я расскажу вам о новинке книжного фонда Дворца Книги. О книге «Трижды пестрый кот неукнул» писателя Алана Брэдли. Алан Брэдли – это канадский писатель, сценарист и журналист, который получил свою известность из-за серии книг, посвященных девочке Флаве Делюс. Итак, Алан Брэдли родился в Торонто в 1938 году. Он рос достаточно болезненным ребенком и поэтому проводил все время в постели, поэтому научился рано читать. А в школьные годы Алан Брэдли проводил все свое свободное время на местном кладбище. Он приходил туда почитать, потому что думал, что не вписывается в окружающую среду. Когда ему нужно было поступать в университет, он отправился в Саскотаун, где организовал киностудию и 25 лет руководил ею и кинооборудованием. Алан Брэдли интересовался писательством всю свою жизнь, однако плотно он начал заниматься этим уже после 30 лет. Однако его персонажи, его произведения звучали на радио, появлялись в журналах и печатались в газетах. И в 1994 году Алан Брэдли ушел на пенсию и полностью посвятил себя уже писательскому ремеслу. Появлением девочки Флавии де Люс, Алан Брэдли обязан своей супруге, которая однажды по радио услышала, что будет проходить конкурс детективных романов и заставила мужа принять участие в этом конкурсе. Алан Брэдли за два дня написал 50 страниц о девочке Флавии и отправил, соответственно, эту рукопись на конкурс. И победил. Дождь хлещет по лицу ледяными струями, но мне наплевать. Я прячу подбородок в воротник Макинтоша, опускаю голову и пробиваюсь сквозь буйствующие стихии. Упорно кручу педаль велосипеда по направлению к Биша Плейси, спасаясь от адских тварей. Последние 24 часа были сущим кошмаром. Все, о чем я могла думать, как убраться из букшоу подальше. Подо мной отчаянно скрипят колеса Глэдис. Пронзительный холод пробирает ее стальные кости насквозь и заставляет поскрипывать резиновые сухожилия. Она сильно вздрагивает на скользком асфальте и угрожает вот-вот слететь с дороги и сбросить меня в ледяную каналу. Мне хочется кричать навстречу ветру, но я молчу. Хотя бы одна из нас должна контролировать себя. Я пытаюсь навести порядок в мыслях. Сначала меня выдворили в Канаду, затем еще раз, только теперь уже из женской академии мисс Бадди Кот. Можно считать или не считать от двойной немилостью. Должна признать, что я с нетерпением ждала воссоединения с семьей, отцом, двумя старшими сестрами, Фелли и Даффи, кухаркой и домправительницей мисс Мюллетт. Как и любой путешественник через Атлантику, я днем и ночью мечтала о возвращении в Англию. Отец Фелли и Даффи, конечно же, встретят меня в порту, а может быть, своим присутствием меня почтит даже тетушка Фелисити. Она будет размахивать плакатами со словами «Добро пожаловать домой, Флавия», воздушными шариками и всем таким. «Разумеется, они будут делать это скромно, ведь мы же делюсы, мы не любим выставлять свои чувства на показ». Но когда корабль наконец пришвартовался в Саут-Гэмптоне, под дождем, спрятавшись под темным зонтиком, стоял только Доггер. Разлука странно повлияла на меня, поэтому вместо того, чтобы броситься ему на шею, каков был мой изначальный план, я сдержанно протянула ему руку. И сразу же пожалела об этом. Но слишком поздно, момент упущен, возможности больше нет. «Боюсь, я принес плохие новости, мисс Флавия», – сказал Доггер. «Полковник Делюс болен, он лежит в больнице с воспалением легких. Отец в больнице в Хинли?» «К сожалению, да. Мы должны поехать навестить его», – сказал я. «В котором часу мы можем там быть?» «Нам предстоит долгое путешествие», – объяснил Доггер. «В 5 часов 25 минут из Саут-Гэмптона отправляется поезд, который доставит нас в Лондон на вокзал Ватерлоу. А там в 7 часов мы сядем в такси, который отвезет нас через весь город к другому вокзалу. «Мы окажемся в Додингсли только поздно вечером, а в Бишоп-Лэйси, Хинли и больнице можем оказаться лишь к ночи, когда приемные часы давно закончатся. А наверняка доктор Дарби начала я, но Доггер печально покачал головой, и только сейчас я поняла, насколько серьезно состояние отца. «Доггер не из тех людей, которые утверждают, что все будет хорошо, зная, что это не так». Его молчание говорило само за себя. Хотя нам так много надо было рассказать друг другу в поезде, мы говорили мало. Мы смотрели в окно, заливаемое дождем, но проносящиеся мимо пейзажи и сгущающиеся сумерки приобретали цвет старых синяков. Время от времени я посматривала на Доггера, но обнаружила, что разучилась читать по его лицу. Доггер многое пережил вместе с отцом в японском лагере для военнопленных во время войны. И с тех пор время от времени его мучают ужасные воспоминания, от которых он превращается в слабого, как ныщущего ребенка. Однажды я спросила его, как им с отцом удалось выжить. «Надо сохранять спокойствие в неприятных обстоятельствах», – был ответ. Во время своего отсутствия я постоянно беспокоилась о Доггере, но, судя по письмам, он, хотя и скучал по мне, чувствовал себя хорошо. За все время заточения в Канадской академии я получила только одно письмо от Доггера, что прекрасно характеризует теплоту семьи Делюс. Ах да, конечно, еще была саркастическая приписка от моей новой кузины Ундины, которая оказалась на пороге букшоу «Воли и судьбы» после ужасной смерти ее матери. Место Ундины в семье оставалось непонятным, но я не возлагала на нее особых надежд. Она еще ребенок, а мне уже 12 лет, и я знаю устройство мира намного лучше, так что я не особенно стремилась возобновить наши знакомства. Но если, вернувшись домой, я обнаружила, что она рылась в моих вещах, пока я училась в Канаде, в усадьбе воцарятся страх и трепет. Когда поезд подъехал к Дотингсли, уже давно стемнело, шел дождь. «Такси Кларенса Мунди ожидала нас, чтобы доставить в букшоу. Холодный и влажный ветер пробирал до костей. В желтоватом тумане фонари на платформе зловещие поблескивали и нервировали меня. «Рад видеть вас снова, мисс!» – прошептал Кларенс, прикоснувшись к фуражке, когда я села в автомобиль. Больше он не сказал ни слова, как будто я актриса в костюме и гриме, которая вот-вот должна выйти на сцену из-за кулис. А он мой менеджер, сохраняющий должное и профессиональную дистанцию, чтобы не мешать мне погрузиться в роль. Мы ехали у букшоу в полнейшем молчании. Доггер сосредоточенно смотрел вперед, а я отчаянно выглядывалась в боковое стекло, пытаясь проникнуть сквозь мрак. Кстати, вот какие отзывы оставляют читатели. Эта замечательная девочка, как всегда, находит приключения и очень искусно расследует дело. В книге присутствует определенная атмосфера, не обходится в ней и без отсылок, которые как никогда скрашивают прочтение. Концовка была просто ошеломительна и не похожа на концовки других произведений из этой же серии. Книга вызывает много эмоций. От страха и грусти до смеха и улыбки. Но первого все же больше. А в конце, как сказал великий Доггер, плакать. Плакать изо всех сил. Я обожаю Флавию с ее уютным самобытным мирком. Я практически поселилась в букшоу. Я знаю всех обитателей Бишоп. Лейси. Знаю их повадки и увлечения. Знаю каждую тропу и каждый кирпичик. Будто это не Флавия гоняет на своей Глэдис по окрестностям в поисках улик, а я... Очень хорошая, легкая в прочтении книга. Книги вроде бы детские, но читаются с удовольствием в любом возрасте. Как, впрочем, любая хорошая литература. Не тот теплый прием, на который я рассчитывала. Миссис Мюллетт встретила нас у дверей и приняла меня в свои объятия. Приготовила сэндвичи, сказала она странным хриплым голосом. Говядина и латук, твои любимые. Поставила на тумбочку рядом с кроватью. Наверняка ты утомилась. Благодарю, миссис Мюллетт. Услышала я свой голос. Очень любезно с вашей стороны. Неужели это говорит Флавия Делиус? Невозможно. В моем теперешном состоянии куски дохлой коровы и гарнир из растений из местного огорода это просто страх и ужас. Но что-то заставило меня прикусить язык. Все уже легли спать, добавила миссис Мюллетт, подразумевая Фелли, Даффи и, видимо, Ундину. Сегодня был очень тяжелый день. Я кивнула, внезапно вспомнив, как я поздно вечером приехала в женскую академию мисс Бадди Котт. Появление во мраке ночи становится частью моего фирменного стиля. Разве не странно, что мои родные не дождались меня или я хочу слишком многого? Я отсутствовала в сентябре, но наверняка кто-то из них... Я подавила эту мысль. Наверняка есть кто-то, кто поздравит меня с возвращением домой. Я бы обрадовалась даже языка Таюндини, но нет, она давно уже в кровати. Странствует по сонному царству, откуда черпает идеи для своих глупостей. А потом я вспомнила об Эсмеральде. Эсмеральда, дорогая, милая, бесценная Эсмеральда, моя гордость и счастье. И не важно, что это просто курица, любовь есть любовь, где бы ты с ней не столкнулся. Пусть даже она таится под перьями. Я вернусь через секунду, хочу проведать Эсмеральду. Уже поздно, милочка, возразила миссис Мюллетт, беря меня под локоть. Тебе надо выспаться перед тем, как утром ты поедешь навестить отца. Нет, хочу увидеть Эсмеральду. Я развернулась и пошла прочь, пока она меня не остановила. «Мисс Флавия!» – крикнула она вслед, когда я шла по вестибюлю. Я быстро оглянулась и увидела, как Доггер отрицательно покачал головой. «Эсмеральда!» – тихо окликнул я, не желая испугать свою подругу. «Угадай, кто дома?» «Это я, Флавия!» Я открыла стеклянную дверь и потянулась к кнопке включения электричества. На секунду мои глаза ослепли от яркого света. Клетка Эсмеральды в иглу поставала. В моменты сильного удивления человеческий разум легко сворачивает с курса и порой заставляет нас действовать нерационально. Вот почему я приподняла клетку и заглянула под нее. Как будто Эсмеральда могла уменьшиться и стать толщиной с газетный лист, чтобы спрятаться под клеткой и подшутить надо мной по случаю моего возвращения. С одной клетки поднялась пыль, тут же рассеявшись от дуновения воздуха со стороны двери. Стало очевидно, что к клетке давно никто не прикасался. «Эсмеральда, у меня волосы стали дыбом, и я запаниковала. Эсмеральда, прости, милочка, мы хотели тебе сказать». Я резко обернулась и увидела на пороге миссис Мюллетт и Доггер. «Что вы с ней сделали?» – спросила я, но знала ответ еще до того, как эти слова вылетели у меня изо рта. «Вы ее съели, да?» – произнесла я с холодной яростью в голосе. Перевела взгляд с одного на другую. Отчаянно надеюсь услышать «нет», получить простое, очевидное и безобидное объяснение. Но нет, да и все равно, я бы им не поверила. Миссис Мюллетт обхватила себя руками, отчасти для защиты от холода, отчасти в знак оправдания. «Мы хотели сказать тебе, дорогуша», – повторила миссис Мюллетт. Но им ничего не надо было мне говорить. Все и так было ясно. Я уже видела эту картину мысленным взором. Неожиданно открытая клетка, руки, хватающие теплые, упитанные, покрытые перьями тела, отчаянные кудахтания, топор, кровь, ощипывание, потрошение, фаршировка, нитки, жарка, нарезка, сервированный стол, ужас, каннибалы, каннибалы. Я локтями продолжала себе дорогу и убежала глубь в дома. За право издать книгу, первую книгу о Флавии Де Люс, боролось сразу несколько издательств. И уже через месяц после выхода книги, Алан Брэдли получил престижную премию Deckard Awards. После этого книга напечаталась в 33 странах, получила всемирную известность и популярность. Так родилась серия книг о Флавии. Девочке, 11 лет, которая живет в старинном английском особняке со своим отцом и двумя сестрами. У Флавии аналитический склад ума и страсть к химии, особенно к ядам. И эта ее увлеченность помогает ей расследовать различные запутанные дела в ее родном городе. Какие же приключения ожидают Флавию Де Люс в книге «Трижды пестрый кот мяукнул»? Узнать это можно, лишь прочитав эту книгу, которую можно найти в центре чтения Дворца книги. А вы читали Алана Брэдли? Делитесь в комментариях.